Мы уже сделали с уважаемым Емуалей Шариповичем для кардинального улучшения наших межгосударственных отношений. Это только начало. Только помирились и снова враги. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, какие негативные последствия может иметь конфликт Узбекистана и Таджикистана для всей Центральной Азии. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Решение о выведе нашего межгосударственного взаимодействия на более высокий уровень – это вполне закономерный и логический результат огромных позитивных изменений в наших отношениях. Перебои с поставками жиженого газа из Узбекистана и Казахстана прокомментировал старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Узбекистан и Казахстан ограничили поставки жиженого газа в Таджикистан, заявил глава антимонопольной службы при президенте республики Мумин Зот. По словам старшего эксперта Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, перебои с поставками жиженого углеводородного газа, основным потребителем которого является население, могут стать неприятным сюрпризом для Таджикистана. Когда выработка электроэнергии остается низкой, сокращение поставка жиженого газа будет приводить к росту социального недовольства и весьма вероятно, что население начнет искать какие-то возможности для замещения, в том числе увеличивать потребление электроэнергии. Это может быть такой замкнутый круг, сказал эксперт. По мнению аналитика, ситуация связана с организацией внешнеэкономических и внешнеторговых отношений между странами и торговлей энергоресурсами. Он напомнил, что ранее Таджикистан из-за снижения уровня воды в Нурекском водохранилище остановил поставки электроэнергии в Узбекистан, что вызвало обеспокоенность в Ташкенте. Для решения проблемы Таджикистану нужно вести переговоры с соседями, убежден он. Как вы относитесь к такому прогнозу? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. А мы продолжаем. Ситуация сложная и действительно в этих условиях понятно, что Таджикистану трудно выполнить свои обязательства. Но и соседям сложно. Если мы говорим про юг Казахстана и Узбекистан, то возникает с орошением и сельским хозяйством, которое тоже критически важно. Требуется, чтобы страны это активнее обсуждали. Когда Таджикистан в одностороннем порядке отказывается от своих обязательств по сложным и серьезным причинам. Это может не находить понимания у партнеров, считает Кондратьев. Эксперт предупредил, что если Таджикистану и Узбекистану быстро не удастся как-то оккупировать возникший энергетический конфликт, то он способен спровоцировать негативные последствия для положительных трендов, наметившихся в интеграционных процессах Центральной Азии. Нынешний конфликт может привести к тому, что страны могут взять курс на охлаждение отношений или на конфронтацию. И это очень серьезно отразится на экономике в перспективе, уточнил эксперт. Кондратьев предположил, что потенциально Таджикистан может увеличивать закупки сжиженного газа в России и договориться с Туркменистаном и, возможно, с Ираном. Но надо понимать, что логистика будет намного дороже, потому что расстояние дальше и маршрут транспортировки не проработан. Эксперт также отметил, что даже при быстром решении конфликта стоимость газа в любом случае возрастет в ближайшую неделю. А сама ситуация может серьезно отразиться на ценах и платежеспособности населения. Мы со своей стороны надеемся, что Узбекистан и Таджикистан будут продолжать укреплять свои отношения. Узбекские и таджикские народы, как две ветви одного дерева, одна у нас земля и вода, одни заботы, радости и тревоги. И на этом мы заканчиваем наше видео. Оцените, пожалуйста, его подпиской и лайком. До скорой встречи.